здравствуйте друзья это программа тема дня на канале тонн тв сегодня в студии михаил юровский земельные депутаты от партии альтернатива для германии посетили крым вместе с тем кабинет министров фрг не может воспрепятствовать этому поскольку это частные поездки с нами связи по скайпу наш консультант журналист евгений кудрец здравствуйте евгений здравствуйте михаил и так во первых я хочу от себя лично от коллектива и тонн тв поздравить вас с днем рождения поздравляю большое спасибо а теперь все-таки к делу депутаты посетили крым который находится под санкциями который не признай присоединение которых россии не признана германии но вместе с тем это частная поездка и поэтому штефен зейберт на официальном брифинге не сказал что кабинет министров не может этому воспрепятствовать а что вообще говорит говорят в германии на эту тему на тему визита но вы знаете мне мне странно вообще слышать такую формулировку что это частный визит частный визит это когда человек все таки представляет какую-то партию он не может от нее откреститься сказать что вот в данное время вот семи до десяти я не член партии я просто час на лицу просто это какие-то двойные стандарты то есть это это нельзя так трактовать если официально приехала делегация из германии они представляют партии то это никак не может быть частным визитом это все равно визит партийных деятелей и мне мне кажется что вот так вот трактовать это такая страустовая политика закрыться в песок и сказать нет это это просто их частное дело они приехали в так как индивидуальном порядке и не при не представляют партию поэтому я считаю что это совершенно неправильная трактовка и нужно было все-таки сказать что если германия как так как евросоюз не признает крым юрисдикции россии то такой визит мягко говоря нежелательно конечно его нему нельзя запретить но сказать что он выглядит по крайней мере странно можно было бы сказать а вот такая торта сказать что это частное дело их в свободное от работы время поехали просто так и это 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 считаю неправильная трактовка такого визита хорошо тем не менее альтернатива для германии при всем своем может быть популизме какой-нибудь спорной идеологической платформе но она третья по величине политическая сила я прав да совершенно верно и поэтому вот так вот этому относиться я бы не стал но но вот как раз касается альтернативы для германии не знаю известен вам такой факт что совсем недавно один из лидеров русскоязычный артур вагнер принял ислам и теперь он называется ахметом и его не имеют права исключить из партии хотя вы знаете что альтернатива для германии выступает резко против беженцев против мигрантов и вот такой вот сюрприз для них в виде такой такой трансформации и мне кажется что это очень странный такой вот подход тоже можно говорить о двойных стандартов если партия так сказано официально не разделяет политику приема беженцев и ваш член партии просто открыто исповедую ислам то вы должны какие-то делать орг выводы а тут вы понимаете толерантность говорят ну раз то он поменял расповедание мы их к этому относимся вполне лояльно ну что хочет пусть делает мы не можем его исключить из наших рядов для меня это просто какой-то абсурд а почему это абсурд может быть может быть партия руководство партии решил оппозиционировать ее как общего партия исповедующие европейские ценности в том числе и толерантность то что они выступают против допустим инфильтрантов против так называемых беженцев из исламских стран это может быть они обоснуют какими-то правовыми аспектами но вы знаете что на чем собственно сделала карьеру эта партия именно на этой анти исламской теме на том что они резко выступают против беженцев и хотят вообще чтобы запретить их прием и вдруг вот такой вот кульбит ну посмотрим во всяком случае для меня это такое вот так сказать перерождение хотя он объясняет а тем что он хотел изнутри узнать что такое ислам но мне кажется что он так заигрался немножко в эту историю ну мы нам как гражданам страны в которой есть огромное мусульманское меньшинство 20 процентов граждан израиля это все-таки мусульмане для нас принципе ничего в этом необычного нет поэтому ну наверно может быть некоторые немцы это восприняли с тревогой или с и как и какой-то курьез но нам кажется что ничего в этом такого экстраординарного нет ну принял человек ислам ничего странно у нас телеве по улицам или ходят мусульмане мусульманки нормально но у нас тоже кстати теперь ходят мусульмане мусульманки и это тоже кстати вот напрямую связано с увеличением антисемитизма в германии вот о чем я думаю мы можем тоже немножко сегодня конечно вот тема очень остро было бы интересно остановиться на этой теме да а да так вот если мы уже коснулись этой темы значит я вот специально готовясь к нашему эфиру посмотрел статистику и только в одном берлине за прошлый год было свыше 450 случаев проявления антисемитизма и вот один из случаев вот описан статья хотел бы просто его процитировать что этот инцидент прошел в столовой берлинской школы или меня эрнста ройтера ученик евреи ставший свидетельством обсуждения ближневосточного конфликта высказал свои сомнения в отношении возможности создания ближайшее время жизнеспособного и демократического политического государства за это тут же подвергся оскорблением антисемитского характер со стороны одноклассников арабов вот а директор школы андреас худ которому ученик сообщил об эти дети пообещал ему защиту в поддержку и поддержку защита в кавычках выразилось том что теперь на перемене как на переменах школьника уже не заставляют выходить из класса поскольку на школьном дворе он может стать стать объектом нападков к тому же школьная администрация пообещала организовать защитную зону где бы еврейские школьники могли проводить перемены не выступая конфликты со учениками мусульманами ну мне кажется это тоже не решение проблемы то есть это уже напоминает какие-то такую сегрегацию когда так сказать это место для евреев до сделаем специальную зону чтобы туда не ходили мусульмане мне кажется что это не решение проблемы вот вот таким вот способом ограждать так скажем евреев от нападков создавая какие-то такие вот зоны и это очень тревожный такой вот симптом и он связан именно с наплывом мусульман вы понимаете что сирийцы это арабы те же самые и как арабы любят евреев мне не вам объяснять и конечно это очень тревожный симптом и еще вот один был пример такой вот яркий значит связан с владельцем еврейского ресторана тоже это был в берлине значит он беседовал с одной женщина которая находилась неподалеку соседка стейхауса и не подошел на вида пропорядоченный бюргель от 60 но правда он был так сказать немножко так сказать нетрезвый и он скользил спросил что вы тут делаете ваше место в палестине ли убирайтесь к чертовой матери в газовой камеры и это она зафиксировала на камеру но вот как я понял из этой статьи что этому немцу ничего такого страшного не грозит за вот такие вот угрозы то есть есть такая вот к сожалению тенденция мы видим последнее время обостренное связано именно с больше с наплывом эмигрантов хотя вот и специалисты говорят о какой-то латентной скрытой так сказать открытом антисемитизме среди бюргеров и вот по опросам вот где-то по моему чуть ли не 20 процентов является скрытыми антисемитами то есть латентными хорошо но вернемся все-таки к альтернативе для германии у нас в депутаты израиль одна из депутатов израильского парламента кнесета готовит законопроект о запрете въезда въезда в израиль людей у которых за которыми замечены антисемитские высказывания или которые исповедуют какие-то идеологии частью которых является антисемитизм а вот с другой стороны я видел в соцсетях фотографии мы я не знаю сможем ли мы их использовать но по вопросу авторских прав но однозначно можно найти фотографии где например галакти галактическая еврейка то есть еврейка по маме ирина роднина которая является в то же время одним из руководителей партии единая россия она замечена например на одной трибуне с раввином хаймом разванским и с руководством альтернативы для германии то есть можно ли как-то объяснить это из опять же с вашей точки зрения с вашего места где вы находитесь из германии но во первых вот еще если так сказать коснуться еще раз темы антисемитизма в германии я хочу сказать что я не знаю слышали вы об этом что совсем недавно фрг появился уполномоченный правительство по борьбе с этим антисемитизмом то есть уже создана такая должность это говорит о многом о том что эта проблема очень остро а возвращаясь к ирине родниной я я считаю что в свое время еще еще раньше несколько лет назад альтернатива для для германии очень тесно сотрудничала с россией туда был обмен как делегациями но тогда еще это было на уровне фрау петри потом она как вы знаете вышла из рядов этой партии сейчас создает свою и кстати вот этот визит можно сказать подкосил ее карьеру потому что это настолько было демонстративно что она ездила москву и встречалась с депутатами госдумы россии что понятно было что эту партию поддерживают на уровне федеральном и я имею ввиду в россии но самое интересное что когда прошли выборы и вот эта партия получила третье место вот россия как-то стала от нее дистанцироваться очень так активно я просто вот насколько вы знаете принимал несколько раз участие в ток-шоу в россии и когда им говорил что вот это же мы ваши друзья не будет нет 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 они слишком радикальны они слишком такие вот правы они слишком слишком такие мы мы от них все-таки немножко дистанцируемся то есть они немножко испугались но мне кажется что какие-то все-таки связи есть и вот этот случай с ириной родниной это не случайно какое-то совпадение когда она выступает рядом с представителями альтернатива или граммане все-таки тут есть какая-то связь то есть мы отсекаем версию о том что ирина роднина приехала по еврейской линии а в основном принимаем версию что она представляла все-таки партию единая россия может быть не на самом высоком уровне но вы знаете насколько я знаю ирина роднина никогда себя не позиционировал как еврейка я вот много читал с ней интервью она никогда об этом она сама об этом недавно узнала несколько лет назад ну да может быть она недавно узнала но в общем ее воспринимать как крупного еврейского деятеля я бы не стал все-таки она больше партийный функционер несмотря на то что она известная спортсменка никто не не при уменьшает ее успехов в мировом спорте хорошо а вот и тогда другое видное лицо я думаю что это видно лицо еврейской общины германии раввин хайм разванский что ему делать с популистами и ультра националистами немецкими из альтернативы для германии ну я не трудно комментировать его участие в этом потому что вот один из лидеров тоже альтернативы для германии к сожалению есть подзабыл его фамилию но он не так давно восхищался нацизмом и вообще это мне кажется вообще нужно держаться от этой партии все-таки подальше и вот участие этого раввина может быть это его было опять же частное какое-то мнение его никто не уполномочил принимать участие в этих мероприятиях но это выглядит по крайней мере странно и мне кажется что это все таки с его стороны неразумно хорошо а теперь давайте вернемся к началу нашего разговора и вспомним что депутаты от земельные депутаты от этой же партии посетили крым то есть можем ли мы здесь усмотреть и некую некую связь некую кооперацию между может быть не на самом высоком уровне но тем не менее между единой россией государством российская федерация и вот этой партии то есть они таким образом мы добиваются крымские власти российской вас таким образом может быть они ищут легитимации аннексии крыма через европейских через депутатов европейской страны но я хочу напомнить что вот незадолго как раз до выборов германии один из лидеров свободных демократов выступил таким популистским по моему мнению заявлением он сказал что давайте отложим проблему крыма в долгий ящик мне кажется что это очень такая странная позиция для политика потому что проблему не надо откладывать надо ее решать и таким образом сейчас мне кажется что вот проблема крыма на сегодняшний день вот в мире в частности вот в германии не стоит остро очень потому что намного острее вопрос с донбассом чем с крымом и мне кажется что вот есть какая-то вот такая вот как бы сказать помягче такая позиция что ну да конечно мы понимаем что это все незаконно ну давайте вот немножко закроем глаза сделаем вид что что это все очень спорно но не будем резко выступать хотя с другой стороны все санкции насколько вы знаете связаны с крымом в том числе поэтому россия уже понимает что санкции будут вечно потому что отдавать россии россия крым не собирается и тут вот такая вот двоякая позиция с одной стороны мы твердо стоим на том чтобы крым не российский а с другой стороны ну поехали ты бог с ними а с другой стороны с третьей стороны нужно понимать что если они приехали значит их пригласили официально это все равно был официальный визит потому что я все равно не спорю с этим названием частный визит но что если то партия приехала то это уже не частный визит а можно сказать государственный может он неофициально но все равно он связан партии и я думаю что пригласили людей чтобы они с одной стороны посмотрели, то есть это пропагандистский такой чисто прием, посмотрели, что там все-таки каким-то образом можно жить и приехали и сказали, что Крым все-таки несмотря на все существует, функционирует, его там мост строится и так далее и тому подобное. То есть это чисто такой пропагандистский трюк со стороны России, которая пригласила депутатов альтернативы для Германии. Хорошо, пропагандистский трюк это понятно, но это причина, а вот есть ли у такой ползучей легитимизации есть ли у нее результаты, то есть я, например, добавлю такую информацию вполне официально, что в Украине крайнее раздражение вызывает, например, деятельность компаний Volkswagen и Adidas, то есть у них есть там магазины, официальные представители, которые официально торгуют товарами Adidas и автомобилями Volkswagen и Украина угрожает этим компаниям какими-то последствиями очень тяжелыми. То есть есть ли результат у этой ползучей легитимизации по крайней мере в Германии? Я думаю, нет, и вот эти угрозы со стороны Украины выглядят по крайней мере смешно, потому что понятно, что без Adidas и Volkswagen в Украине не выкрутится, у них не настолько развита промышленность, в том числе автопром. Ну, насчет ползучей легитимизации я не думаю, мне кажется, что этот вопрос просто никто не хочет обострять, хотя его можно было решать на уровне организации объединенных наций и вот в таком вот формате, но мне кажется, что все решили как-то его действительно отложить в долгий ящик, пусть будет как будет, то есть такая вот ни мера, ни войны, знаете, такое вот отношение какое-то такое непонятное, хотя я говорю, с другой стороны, никто санкции отменять по этому поводу не намерен. Что ж, спасибо за ваш комментарий, Евгений Кудрец, Аугсбург, Германия, наш популярнейший политический эксперт и журналист. А это была программа «Тема дня» на канале Тон ТВ, в студии был Михаил Юровский. Всего хорошего, пока.